Здравствуйте, уважаемые телезрители, это мастер-класс от мужской компании, я его ведущий Егоров Вячеслав. У меня возле ног лежит палатка, зимняя палатка для рыбалки под названием Куб. И сегодня мы решили провести мастер-класс именно об этой палатке. Мы приобрели эту палатку в начале сезона и уже пол сезона ее эксплуатировали. Она у нас побывала во всех рыболовных переделках. В данный момент я раскрываю у нее чехол, развязываю самую палатку. Вы видите, что она довольно-таки легко освобождается из чехла. Тут мы его берем в сторону и видим, что это такая желтая яркая палатка. И я сейчас один продемонстрирую, как вот этот вот куб, такая кубическая палатка, довольно-таки легко собирается одним рыболовом. Значит, первое, что мы делаем, мы фиксируем дно и расправляем потолок. То есть вверх палатки вот таким образом. То есть это у нас первое движение. Второе движение. Мы ставим ногу на днище этой палатки и вытягиваем середину. Вот таким вот не очень сложным движением. Теперь мы делаем это с еще одной стороной. Ну и как вы догадались, стороны таких будет четыре. Вот мы фиксируем дно палатки и вытягиваем палатку на себя. Вот. И последняя сторона. Вот такими легкими движениями я, в общем-то, уже собрал палатку-куб. Палатка специально для зимней рыбалки. Вот. Сейчас мы зайдем вовнутрь этой палатки и покажем, что же там внутри. Человек здесь стоит в полный рост. Вот. Палатка имеет удобное днище, которое, в общем-то, можно присыпать свежим снегом. Ну, или не свежим снегом. То есть, чтобы не поддувало. Такая кубическая форма у многих, ну, многие нас спрашивали, вот, как же она переносит ветер. То есть, как она стоит, палатка, во время ветра. Ночные порывы ветра 20 метров в секунду эту палатку никуда не сложили, не утащили, не сорвали. То есть, мы вполне комфортно в ней прорыбачили ночь. Мы видим здесь четыре растяжки. То есть, вот эта вот одна. Ну, и так по сторонам четыре растяжки. В комплекте идут вертыши. Они такие, в общем-то, достаточно серьезные, усиленные. Всего их шесть штук. То есть, если у вас сильный ветер, то вы можете палатку вот этими растяжками, вот на такие вертыши. То есть, я вот покажу. То есть, сейчас можно вот обойти и поставить четыре вертыша, и вам никакой ветер уже будет не страшен. Теперь покажем внутри палатки, значит. Ну, во-первых, мы видим, что здесь очень много места. И два рыболовов вполне комфортно могут здесь переночевать. То есть, если мы здесь вот так вот разместим коврики, то вдвоем здесь с лунками, в общем-то, с освещением будет вполне комфортно. Если вы используете газ, то у вас здесь есть вентиляция, то есть, вы не задохнетесь. Сам материал очень плотный, ветер не пропускает. Что тоже очень хорошо. Значит, есть еще вот такие вот окна. Я сейчас открою. Это если вы сейчас вот рыбачите днем, для большего освещения. То есть, вот такие вот. Здесь жесткий полиэтилен. И используют такие окна, которые можно вот так закрыть. Если вы, допустим, рыбачите ночью, и вам не нужен дневной свет. И что самое интересное, вот эта вот вся конструкция, она сделана из какого-то сплава с дюрая. То есть, это не пластмасс. То есть, это достаточно жесткая такая конструкция, надежная. На морозе мы ее уже проверяли, она очень хорошо работает. Ну, и еще можно показать снаружи. Пойдемте. И сейчас, в данный момент, то есть, мы сейчас можем ее быстренько достаточно, как в армии, 45 секунд, и мы ее собрали. То есть, делается это тоже очень легко. Наступаете на дно и давливаете. Эту конструкцию вовнутрь. В общем-то, все. Палатка у вас сложена. Теперь только еще осталось продавить крышу. Ну, и мы видим, что даже не 45 секунд, а гораздо быстрее. То есть, мы палатку эту собрали. Несмотря на то, что палатка очень объемная, в общем, не так много она весит, порядка 10 килограмм. То есть, у вас рыболовные сани, то это все перевозится на рыболовных санях. Если у вас его нет, то здесь есть ремешки у чехла, которые вполне дают возможность вот таким образом ее переносить. переносить. Это был мастер-класс от мужской компании. С вами был Егоров Вячеслав. Подписывайтесь на наш канал на YouTube. И вы всегда будете в курсе рыболовных событий. До свидания. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова